Строил купец два дома вот этих, двум своим дочерям. Первому корпусу 42-го дома, что на улице Волково, больше века. Раньше здесь находилась кухня и комната для прислуги. В конце 40-х сюда переехала семья Капитановых. Инженер сейчас не соображает столько, сколько купец, потому что он знал полы. И вот это сто с лишним лет дома полы, хоть бы одна доска бы скрипела или чего. Если на внутреннее убранство время не повлияло, то крыши и внешний вид годы не пожалели. Потому на помощь людям пришли волонтеры Том Сойерфеста. Вернуть дому былую статность волонтеры планируют за три недели. Они покрасят фасад в цвета, модные для начала 20-го века. А профессионалы помогут восстановить художественную ковку козырька, а также отреставрировать резные оконные наличники. Улица Волково считается одной из старейших. В Казани здесь жили татарский композитор Салик Сайдашев, химик Алексей Кбогородский и многие другие известные личности. Именно поэтому участники Том Сойерфеста выбрали эту улицу. В прошлом году здесь преобразили два дома, в этом еще три. Вся моя семья участвует в этом фестивале. И мой супруг здесь проводит время после работы на лесах. Мы работаем по графику вечером, после работы в шесть часов все работы начинаются здесь. Междуэтажная тяга и на ней слив весь гнилой. Его нужно менять. Здесь нужно профиль протянуть, почистить его от поздних набелов и протянуть профиль. Там достающие детали поменять. Помогают волонтерам реставраторы. Конечно, выбранные здания не исторические памятники, но цены они, как история жилой среды города. Об этом будут напоминать и таблички, что появятся на отремонтированных домах. Сегодня памятные знаки получили жильцы, чьи дома покрасили в прошлом году. Очень много людей заходит, фотографируется во двор, задают вопросы. Вот если я там на месте, есть активные такие горожане, которые подходят и начинают расспрашивать, а что, да где, да как. То есть, конечно, изменилось, да. То есть, в лучшую сторону, я бы сказал. Леса поставлены, материалы закуплены. К работе казанские томы-сойеры приступят в понедельник. Они будут работать по будням с шести вечера. Желающие могут присоединиться. Подробная информация в официальных группах фестиваля Том-сойер-фест. Елизавета Соляхова, Рат Мухаммедианов, Телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Мобильный репортер 24. Мобильный репортер 24.